Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Добрый день. На месте крушения пассажирского поезда в Жамбулской области восстановительные работы приостановлены. Об этом сообщает наш корреспондент, работающий на месте ЧП. Известно, что там сейчас проводится обследование места. В регион уже прибыла специальная комиссия. Территория, где произошло крушение, все еще отцеплена. Комментарии о восстановлении и окончательных причинах произошедшего получить пока не удается. Ранее нам удалось получить комментарии от представителя компании-перевозчика. Из 8322 пассажиров были все доставлены на станцию ЧУ. Из них 200 человек осталось на станции ЧУ, согласно своим билетам. Остальные 480 человек у нас проследовали до станции Алматы-1. Второй путь у нас активный. Сейчас мы видели, как прошел пассажирский поезд, грузовой поезд. Движение идет нормальным путем. И в самое ближайшее время последствия данного схода тоже будут устранены. Экстренное торможение пассажирского поезда Байтирек, следовавшего из Истаны в Алматы, позволило избежать тотального крушения. Об этом нашему телеканалу заявил депутат-мажирица парламента Геннадий Шиповский. Отмечу, ранее он работал помощником машиниста. По его словам, в той ситуации действия машиниста были верными. Когда вот машинист уже заметил искривление пути, ну, неисправность пути, он применяет экстренное торможение. Больше ничего машинист не сможет сделать в этом случае, потому что, как говорится, экстренное торможение – это единственный здесь еще верный выход. Ну, как мы слышим, как мы видим, а слышали об этих событиях, уже машинист сделал так, что я думаю, все, что надо было, машинист бы имел. Если машинист бы не совершилось, торможение бы, то, как мы вчера знаем, со средств массовой информации, у нас сошлось с рельсов-тримогона правильно, а в этом случае могло бы быть бы тотальное крушение. Отчетная встреча министра национальной экономики перед населением проходит сейчас в Астане. Тимур Сулейменов рассказывает о работе ведомства за прошлый год и о планах на текущий. У слушателей есть возможность задать министру вопросы. За ходом встречи следит Марк Брюшко, он выходит на прямую связь со студией. Доброе утро, Марк. Какие темпы роста за это время показала отечественная экономика? Вера, доброе утро и тебе, и всей нашей съемочной группе, и всем нашим телезрителям. Цифры на этой отчетной встрече прозвучало немало, останавливаться на каждой из них не буду. В целом, скажу, что Тимур Сулейменов отметил, что за это время экономика, почти все отрасли экономики показали рост. Подробно министр остановился на реализации некоторых госпрограмм. В качестве примера приведу некоторые из них. По карте индустриализации в прошлом году запустились 120 проектов. Работы обеспечили 10 тысяч человек. Больше 4 тысяч километров дорог реконструировали по программе Нурлы-Жел. Увеличился на 30% объем транзитных транспортных, контейнерных, извиняюсь, перевозок. По Нурлы-Жер были сданы в эксплуатацию рекордные 11 миллионов квадратных метров жилья. Счастливыми обладателями новых квартир стали больше 100 тысяч семей. Рост отмечается и в агропромышленном комплексе. Было образовано 851 сельхозкооператив. Получается, заготовлено около 132 тысяч тонн молока и 33 тысячи тонн плодовочной продукции. Вера. Марк, показатели действительно впечатляют. А как обстоят дела с международным экономическим сотрудничеством? Ну, здесь, по словам Тимура Сулейменова, тоже все в порядке. Есть значительные хорошие показатели. Так, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС увеличился до 17,5 миллиардов долларов. А прямые иностранные инвестиции из стран ЕАЭС в Казахстан выросли на 42%. Также в этом году были заключены соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Молдовой и Хорватией. Прямо сейчас Тимур Сулейменов рассказывает о планах, которые стоят перед министерством на этот год. Более подробно об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Мы держим руку, как говорится, на пульсе. Вера, к этой минуте у меня. Все. Хорошо, Марк. Ждем от тебя обновленной информации. Марк Брюшко был на прямой связи с нами. Сейчас в Астане проходит отчетная встреча министра национальной экономики перед населением. 25-летие установления дипотношений между Казахстаном и Чешской республикой отметили в Праге. Конференция, посвященная юбилею, была организована посольством Казахстана в Чехии. В рамках встречи была презентована новая книга о стратегическом партнерстве двух стран. Кроме того, посольство Казахстана представило внимание участников документальный фильм о дружбе двух народов. По всем подробнее расскажет Аида Кадырбай. Инвесторы, дипломаты и депутаты в Праге подводили итоги двухстороннего сотрудничества Казахстана с Чехией. Страны работают практически во всех сферах. Это энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, логистика, образование. Стороны намерены и дальше наращивать двухсторонние отношения. Сегодня в Казахстане действуют более ста компаний с участием тешского капитала, в их числе предприятия по сборке чешских автомобилей «Шкода». За этот период чешские инвестиции в экономику Казахстана составили около 195 миллионов долларов. Благодаря работе группы и благодаря визитам на высшем уровне, наша торговля в 2014 году, это был пик, возросла до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Последние два года был небольшой спад в 2015-2016 году, но уже в 2017 году торговля повысилась в два раза и достигла 730 миллионов долларов США. Есть некоторые направления, где мы сможем еще более активно работать. Это, прежде всего, вопрос энергетики. Это вопрос более активной работы наших предприятий в области развития инфраструктуры. И, само собой, сельскохозяйственный комплекс. Эти три темы я считаю основными для развития наших отношений. За четверть века дружбы и партнерства между нашими странами налажен доверительный политический диалог. Расширена правовая база, отмечает один из самых известных политиков в Восточной Европе – Жамиля Алмасовна. Именно она является автором закона против дискриминации в Чехии, который действует по сей день. Я считаю, что Конституция Казахстана является одной из лучших в мире. Что касается человеческих прав, которые там содержатся, и в этой области сотрудничество с Чехией очень важно. Нужно сказать, что какие-то основные ценности, прежде всего, толеранция, мирное, толерантное существование людей разной национальности, разного вероисповедания. В этом отношении, я думаю, Казахстан может идти примером, скажем, и для Чехии. Мы видим Казахстан как своего друга в сотрудничестве между Европой, Азией. Мы его видим не только как азийское государство, но и даже европейское государство. Мы уважаем, что Казахстан строит свое государство как миролюбивое, что безатомное государство. В рамках встречи, посвященной 25-летию установления дипотношения, в посольстве презентовали новую книгу на чешском языке о стратегическом партнерстве, в котором собраны ключевые этапы развития работы азиатско- и европейских стран. Кроме того, на встрече внимания участников был предоставлен документальный фильм о дружбе двух народов. Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар-24, из Праги. Три человека погибли, более двухсот пострадали на западе Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,1. Очаг залегала в северной части префектуры Осака на глубине 13 километров. Подземные толчки ощущались также в городах Киото и Нара. В результате стихийного бедствия без электричества остались порядка 170 тысяч домов. Также землетрясение вызвало перебои в работе транспорта. Приостановлено железнодорожное движение. В аэропорту Осака отменены авиарейсы. Правительство Японии открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий стихии. По данным метеорологов, угрозы цунами нет. В афганском Джалалабаде возле канцелярии губернатора города произошел взрыв. Погибли и по меньшей мере 25 человек. Еще свыше 5,10 получили ранения. По словам властей, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Между тем, правительство Афганистана в одностороннем порядке продлило на 10 дней режим прекращения огня с талибами. Перемирие будет действовать до конца этого месяца. ООН, Евросоюз и НАТО уже одобрили инициативу афганского правительства. В октаву выявлены сотни торговых точек, которые не платят налоги в бюджет. В течение дня сотрудники специальной рабочей группы проверили два крупных рынка города. В одном из них выявлены сразу 17 контейнеров и 4 киоска, которые признаны незаконными. В другом обнаружено 204 торговые точки, вместо указанных 56 в декларации. Специалисты подчеркивают, что главная задача рейдовых мероприятий – легализовать бизнес, увеличить поступление в бюджет и модернизировать рынки. В настоящее время начата работа по модернизации старых, несоответствующих санитарным и техническим требованиям рынков. До 2020 года планируется модернизировать все рынки в соответствии с общими требованиями. Более 22 тысяч выпускников из Южно-Казахстанской области в этом году будут сдавать единое национальное тестирование для максимально честного и открытого проведения экзамена. 18 пунктов ЕНТ в школах, колледжах и вузах оборудовали рамками металлодетектора, камерами видеонаблюдения и специальными заглушками сотовой связи. Пять из них расположены в Шемкенте, остальные 13 в районах и городах области. Для организации перевозок выпускников из отдаленных поселков, их временного проживания и питания из бюджета выделено больше трех миллионов тенге. В Махтаральском и Сарагашском районе тестирование пройдет в четыре этапа с 20 по 26 июня. В Шемкенте, благодаря открытию двух дополнительных пунктов, мы сможем провести ЕНТ за два дня. Также и в остальных городах и районах. Предпринимательница из Малинского района Мангосталовской области Актелек Ижанова на собственные средства открыла детский сад. В учреждении воспитывается 70 малышей и трудятся 10 местных жителей. Чтобы привести в порядок арендное помещение, жительница села Воскудык потратила 15 миллионов тенге. Из них часть кредитные средства. Теперь предпринимательница мечтает стать владелицей собственного здания. Воспитательница Индира Базарбаева переехала в село Боскудук из Актубе. После новоселья молодая мама занялась поиском детсада для своих малышей. Место в дошкольном учреждении нашлось без проблем. На соседней улице как раз открылся новый сад. Получилось так, что вместе с детьми в этот сад хожу и я, но только на работу. Услышала, что требуется воспитательница и сдала документы. Здесь созданы все условия для подрастающего поколения. Актелек Ижанова в сфере образования уже почти 10 лет. Из них год она владеет своим детским садом. Бывший казаховед решила открыть свое дело, как только узнала о программе «Бастао Бизнес». На курсах обучилась основам предпринимательства и взяла в кредит 5 миллионов тенге. У меня четверо своих детей и я понимаю, каково это стоять в очереди на место в детский сад. Поэтому решила в нашем сельском округе «Баскудук» открыть свое дошкольное учреждение. У нас есть занятия по английскому и русскому языкам. В ближайшее время хочу расширить штат. Монолинский район – самый густонаселенный в области. За 11 лет количество садов здесь достигло 48. Из них 33 – частные учреждения. Поднимать свой бизнес сельчанам помогает государство и различные программы микрокредитования. К примеру, в районную палату предпринимателей в день поступает до трех заявок на обучение. В 2017 году мы выпустили 188 участников проекта «Бастао Бизнес». В этом году планируем обучать 220 человек. У нас есть райсабес. Там жители регистрируются как безработные, оставляют нам заявку. Мы проводим тестирование и начинаем учебу. Отмечу, что участник проекта может получить кредит на выгодных условиях. Сельчане посещают курсы 5 дней в неделю. Преподавать бизнес-навыки приезжают специально приглашенные тренеры из Алматы и Астаны. Тамара Степанова, Саламат Бегбаев, Монгосталовская область, Хабар, 24. Первая курортная горнолыжная база появится в Жуалынском районе Жамбулской области. Построят ее в рамках государственно-частного партнерства. На новом туристическом объекте планируют развивать зимние виды спорта и создать комфортные условия для отдыхающих. Появление горнолыжной базы поможет значительно увеличить туристический поток в реке. Четыре канатные дороги протяженностью больше 9 тысяч метров. Специальные спуски для любителей лыжного спорта и комфортные условия для приятного отдыха. Все это весьма впечатляет. Проект стоимостью 4 миллиарда тенге полностью готов к реализации. Уже в этом году возведут часть канатной дороги и установят кабинки австрийского производства. Рассчитан на зимний период, на ветровые нагрузки. Канатная дорога около 2,5 километра будет. Поэтому она отвечает всем современным горнолыжным курортным зонам. Не хуже, чем в Сочи и Чимбулак. Поэтому уникальность сама природа здесь так поставила. Горные склоны идеально подходят. То есть тут меньше земляных работ требуется. Нет лесных насаждений, чтобы убирать препятствия. Раскинется горнолыжная база в местности Коралмажа Олынского района. Специалисты отмечают, что ландшафт урочища подходит для зимних видов спорта и летних конных прогулок. Первым делом здесь проведут необходимую инфраструктуру. Параллельно проектировщики заняты топосъемкой и подведением подъездных путей. Автомобильная дорога будет по параметрам 4 категории. Ширина полотна будет 10 метров. Покрытие горячий асфортобетон ширина 7 метров. Много водных потоков пересекает эту дорогу. Поэтому будет значительное количество труб, которые будут немножко препятствовать быстрому возведению земполотна. То есть отряды специальные для возведения искусственных сооружений будут созданы. После проведения инфраструктуры начнется строительство гостиниц и детских площадок. Посетить этот живописный уголок, насладиться красотой природы и отдохнуть от городской суеты можно будет в ближайшее время. Курортную горнолыжную базу ведут в эксплуатацию уже в декабре текущего года. Рассчитана она на 3000 посещений в день. Объект придаст новый импульс развитию туризма в регионе. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиилхан, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар-24. Что такое современный мечевой бой? На поединке рыцарей в доспехах эти состязания, похоже, немного, но это первая ступень перед тем, как взять в руки настоящий меч. В Бишкеке прошел первый чемпионат Центральной Азии по мечевым боям, которые с каждым годом набирают популярность во всем мире. Репортаж нашего собственного корреспондента в Кыргызстане Баката Чурмашева. Здесь нет рыцарей в доспехах, стальных мечей и других атрибутов Средневековья. Все, что напоминает о поединке воинов, это мечи и щиты, чтобы прикрываться от ударов. Причем спортивные мечи – это пластиковые трубы, обернутые в специальный уплотнитель. Он придает массу и в то же время смягчает удар по сопернику. Поединки настолько безопасны, что заниматься этим спортом разрешено с четырех лет. Современный мечевой бой – это синтез истории и физической культуры. На мечах когда-то в средние века сражались рыцари, которые отличались силой и ловкостью. В наше время желание быть таким же физически развитым есть у многих. Такие люди собираются в клубы и проводят соревнования, причем даже на европейском уровне. Заключительной частью таких состязаний становятся исторические реконструкции, когда бои проходят в железных рыцарских доспехах на стальных мечах. Набирает популярность этот вид спортивного развлечения и в Казахстане. У нас была идея, она как бы сейчас остается, провести в Казахстане чемпионат, можно центральной Азии назвать, можно в принципе его перенести в Казахстан куда-нибудь. В один из городов, который кому-то надо, кто сможет помочь, кого заинтересует. То есть в принципе у Казахстана такое отличное географическое положение, что всем с Азии у нас удобно собираться. Для участия в соревнованиях в Бишкек прибыли спортсмены из России, Казахстана и Узбекистана. Бои проводились в двух номинациях самых интересных, как для бойцов, так и для зрителей. Возрастное ограничение для участников 45 лет плюс. Кстати, именно в этой категории, на недавнем чемпионате Европы по мячевому спорту, казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль. 17 стран и почти 500 участников. Именно столько спортсменов весной этого года собрались в Минске на чемпионат Европы. В Бишкеке собралось всего около 100 фехтовальщиков. Но, как обещают организаторы соревнований, в следующий раз за спортивные мячи возьмется гораздо большее число участников. Бакычер Машев, официальный Альхабар 24, Бишкек, Кыргызстан. И в завершении выпуска информация для футбольных болельщиков. Сегодня в пятый день чемпионата мира в России пройдут еще три матча. В Нижнем Новгороде ожидается встреча группы «Э» в Швеции и Южной Корее. Начало 18 часов по времени Астаны. Также сегодня по плану сразу две игры в группе «Джи». В Сочи состоится дебют сборной Панамы. Противостоять ей будет Бельгия. Эту игру можно увидеть в 21 час. А в полночь в Волгограде начнется встреча сборных Туниса и Англии. Как будут развиваться события, покажет Хабар 24. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин